Трамп угрожает ударом по Москве, а Рюта указывает на северокорейских военных на фронте. Есть там они или нет? Разбираемся прямо сейчас. Это новости сети Михаил Садовский. Эти 10 минут мы потратим на рассказ о том, что происходит в реальном мире. Кандидат в президенты США Дональд Трамп угрожал президенту России Владимиру Путину ударить по Москве, если он будет гоняться за Украиной. Об этом Трамп рассказал в интервью The Wall Street Journal. Он не уточнил, при каких обстоятельствах состоялся этот диалог, однако добавил, что с Путиным у него сложились прекрасные отношения. Трампу за две с половиной недели до выборов не мешало бы определиться, дружит он с Путиным или нет. Это решение может быть определяющим в гонке. Обещание удара по Москве – не что иное, как обычный популизм, который приемлем демократам, но тут уже кому какая разница. Трамп почувствовал кровью и теперь уже не отпустит возможность завладеть овальным кабинетом. По последним данным, кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп ненамного опережает по поддержке свою соперницу от демократов Камалу Харрис во всех семи колеблющихся штатах. Это следует из анализа последних опросов, проведенных порталом RealClearPolitics. Как отмечается, в общем, во всех колеблющихся штатах 48,3% опрошенных готовы поддержать Трампа, 47,5% – Харрис. Харрис проигрывает процент и еще месяц назад ситуация была диаметрально противоположной. Поживем – увидим, но ноябрь в Вашингтоне точно будет горячим. Интересно то, как отреагировал официальный Кремль на заявление Дональда. Отвечая на вопрос, высказывал ли Трамп такие угрозы во время разговора с президентом России Владимиром Путиным, Дмитрий Песков заявил, что Кремль не раскрывает содержание бесед. Мы по-прежнему предпочитаем заявлять очень ответственную позицию в плане непридания публичности содержания разговоров, которые ведутся на высшем уровне. К нашему сожалению, целый ряд мировых лидеров такой позиции не придерживаются и такую информационную гигиену в данном случае не соблюдают. Но это на их совести заявил он. Тактично, практично, это вам не американская дипломатия, это про культуру. Я еще раз напомню, что экс-хозяин Белого дома не раз заявлял, что при его президентстве у него сложились хорошие отношения с Путиным, и что при нем военный конфликт России и Украины не начался бы. Остается вопрос, каким образом предыдущие заявления Дональда коррелируют с нынешними. Очень хочется посмотреть на то, как будут развиваться события в случае победы республиканцев на выборах. Но оставим это на откуп американских избирателей. Электоральные процессы – сугубо внутреннее дело страны. Генсек НАТО Марк Рюте обсудил с президентом Южной Кореи Юнсок Йолем слухи об отправке войск КНДР в Россию для участия в специальной военной операции на Украине, передает ТАСС. Рюте охарактеризовал такой сценарий, как серьезную эскалацию, и подчеркнул важность обеспечения безопасности в евроатлантическом и азиатско-тихоокеанском регионах. Поверил Токирюте в сказке Зеленского. С какой целью Россия будет призывать северокорейских солдат? Это вопрос без ответа. Другое дело, что вот вторая воюющая сторона разбрасывается гражданами разных стран. Против вооруженных сил Российской Федерации в Курской области воюют 13 бригад и батальонов вооруженных сил Украины, а также подразделения наемников, в том числе и западных частных военных компаний. Об этом сообщил ТАСС командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид». По словам российского офицера, в боевых действиях принимают участие грузинский легион и американская ЧВК «Форвард Обсервейшн Групп». Еще в начале октября командир одного из мотострелковых батальонов в составе вооруженных сил России с позывным «Горизонт» рассказывал, что военнослужащие страны уничтожили отряд польских наемников в Курской области. Так что это, если не очередной поход объединенного Запада на русские земли? Впрочем, стоит обратить внимание на то, что ВСУ прибегают к услугам зарубежных наемников неспроста. В украинской армии регулярно происходят массовые бунты, об этом заявил офицер ВСУ, слова которого передает ЛПАИ. По его словам, военнослужащие вооруженных сил Украины устроили массовый мятеж в городе Курахово и отказались выполнять требования командования, после чего их перевели в Сомскую область. Кроме того, был случай, когда 100 военных ВСУ оставили свои позиции в Угледаре за несколько дней до того, как российская армия взяла город под контроль. А что хотело получить командование ВСУ от солдат, которые пришли на фронт не за идею, не за то, что их семьи находятся в опасности, не за спасение родины, а за то, что Зеленский решил, что ему надо еще чуть-чуть побыть президентом. Израиль провел военное учение для масштабной ракетной атаки по Ирану. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на данные американской спутниковой разведки, попавшие в проиранские аккаунты в социальных сетях. В маневрах было задействовано, как сообщается, не менее 16 ракет воздушного базирования, 40 ракет класса «Воздух-Земля», «Рокс» и «Заправщиков». Режим Нетаньяху жаждет развязывания бойни во всем регионе, это понятно. Вопрос только в том, а на сколько хватит терпения международного сообщества. В результате последних атак израильской армии на лагерь беженцев в Джибалия на севере и город Рафах на юге блокированного сектора Газа погиб 21 палестенец, множество ранены. Жертвами израильских атак в секторе Газа 7 октября 2023 года стали 42 603 человека, включая 11 378 женщин и около 17 тысяч детей. Еще 99 795 человек получили ранения. Может, этого хватит? В какой момент стала нормой то, что ради интереса в какой-то власти могут погибнуть десятки тысяч человек? Ни в одном документе ООН мы таких норм не нашли, хотя про какие мы нормы. Бульдозер армии обороны Израиля Цахал в воскресенье умышленно снес наблюдательную вышку и ограждение по периметру позиций временных сил ООН в Ливане Юнифил, говорится в заявлении. Давайте по порядку. Международный уголовный суд выдает ордер на арест Нетаньяху. Израиль запрещает въезд на свою территорию главы ООН. Затем снос вышки ООН. Очень похоже на сюрреализм. Британский журнал The Economist сообщил, что на саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября, президент Российской Федерации Владимир Путин якобы представит план по разрушению долларовой системы. Как отмечают авторы еженедельника, российский лидер рассчитывает придать блоку вес. Для этого он предложит прочим главам государств организовать новую глобальную финансово-платежную систему, чтобы нанести удар по доминированию Америки в мировых финансах и защитить Россию и ее друзей от санкций. Давно пора. БРИКС — это система стран, которые действуют во имя взаимных интересов. Для этого и создаются союзы. Гегемон воевал против мира. Мир наступил. Лидеры БРИКС на саммите в Казани уделят особое внимание вопросам возможного расширения объединения, сообщает пресс-служба Кремля. По словам президента России Владимира Путина, каждая из новых стран БРИКС, который расширился до 10 стран с января 2024 года, представляет интерес и ценность для мирового сообщества и, разумеется, для такого объединения, а также имеет свою культуру, свою историю, свои преимущества в мировом разделении труда. Мировое сообщество давно забыло про тезисы «равенство-братство». Чем не пример? Приходите в БРИКС. Условия сотрудничества совершенно просты. Не пытаться идти войной на соседей, не душить санкциями соседей по континенту. Но это же какой-то другой мир, да? Выборы президента Молдавии ожидаемо обернулись вторым туром, а на референдуме по вступлению республики в ЕС с минимальным отрывом победили сторонники евроинтеграции. Правда, эксперты считают результаты сомнительными и прогнозируют для Кишинева целый спектр проблем. Однозначного выбора от народа Молдавии ожидать не стоило. Там еще помнят, как было в советах, там знают, как может быть при власти такой, как в Украине. Президентские выборы в Молдавии и референдум о вступлении страны в Европейский Союз завершились расколом общества на два лагеря. После того, как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, Центральная избирательная комиссия назначила второй тур выборов на 3 ноября. В нем встретятся действующий президент Майя Санду и выдвиженец от партии социалистов Александр Стояногла. Теперь к референдуму. Сторонники вступления Молдавии в Евросоюз с небольшим отрывом побеждают. Гражданам страны было предложено ответить на вопрос. Вы поддерживаете внесение изменений в Конституцию с целью присоединения Республики Молдова к Европейскому Союзу? После подсчета протоколов ответ «да» набрал 50,46%. Нет, 49,54%. Результаты получились в пределах статистической погрешности. Предлагаем еще раз все пересчитать при помощи нейросетий. С новостной картиной дня они прекрасно справляются. Это были новости сети. Михаил Садовский. Пока. Редактор субтитров А.Семкин